Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на Радио Болтком. После девяти утра. Личное утро. Доброе утро всем, кто нас сейчас слушает. Здравствуйте. Мы желаем вам здоровья. И сейчас вот весь этот час у нас в эфире личное утро на Радио Болтком. Ведут его сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссер Евгений Копеин. И гость у нас сегодня. Мы ее видим и приветствуем. Очень интересный человек. Сразу рекомендуем, не оторветесь от экрана. Это Лилия Балтина, психолог, тренер творческих состояний. Она хозяйка студии креативной психологии Балерс. И вообще очень много про нее можем рассказать, но лучше она сама это сделает. Доброе утро, Лилия. Доброе утро. Да. Вот мы очень рады даже вот в таком вот формате поговорить. Конечно, хотелось бы сидеть рядом просто и смотреть глаза в глаза. Но вот будем сейчас по скальпу. Да? Это правда. Время такое у нас. То есть еще несколько дней назад, когда мы планировали это доброе, бодрое личное утро, мы думали, что Лилия придет к нам в студию, но все-таки решили в свете новых ограничительных правил, что мы будем законопослушны и будем общаться по скайпу. И выбрали именно психолога. Почему? Потому что чтобы он нас немножечко взбодрил. Да. Нет, ну как вот Лиля Балтина, она отличается тем, что она знает очень много способов, как открыть творческие способности, как поднять себя, вытащить себя за шкирку на поверхность. Да. И многое-многое другое полезное. Мы сегодня будем об этом говорить. А первый вопрос такой, Лиля. Будем на «ты», наверное, потому что мы давно знакомы, да, чтобы не путать никого. И когда-то сотрудничали даже вместе. Как началось личное утро твое сегодня? С чего? Мое личное утро началось с какого-то неожиданно раннего просыпания, потому что за последние две недели моего карантина я так привыкла долго спать. Поэтому вот так. Но неожиданно оно бодрое, потому что без лукавства, встреча с вами, радость. Конечно, жалко, что так, но нет худа без добра. Жизнь подбрасывает лимон, надо делать из него лимонад. Будем формировать новые нервные связи таким способом общения. Да, очень хорошо. Дорогие радиослушатели, вы поняли, если жизнь вам подбрасывает лимон, нужно делать из него лимонад. Мы в первой части эфира, вот несколько минут еще назад у нас был интерактив, мы говорили о времени. Мы говорили о переходе на летнее время, вредно или полезно. И начали, затронули вопрос о том, что мы попали сейчас в очень смутное какое-то время. И как его нам перенести? Вот мы об этом хотим. Поговорили. Есть какие-то личные рецепты? Поднятие настроения? Личные рецепты, когда привезти времени, ну вы знаете, наверное, такого четкого рецепта у меня нет. Потому что, собственно, мы в такой ситуации находимся впервые все. И было бы странно, если был бы у кого-то готовый рецепт, как у меня один из моих учителей учил. И говорил всегда такую фразу о том, что я боюсь тех людей, которые все знают. Я, конечно, я не знаю как. Естественно, есть какие-то рекомендации, такие, может быть, общие или очень конкретные, как можно себе помочь в этот период. То есть самое страшное для нас сейчас что? Ну так, глобально. Вот это ситуация, состояние дезориентации. Когда мы не знаем никак себя вести до конца. А самое страшное для нас – это вот эта неясность по поводу того, что будет. Во-первых, мы приблизились очень близко к теме смерти. Она у нас везде маячит, она из каждого утюга сейчас звучит. Но нет у нас столько напоминаний о ней каждый день в нормальной жизни. Это один момент. Второй момент – это начавшийся уже экономический кризис с потерями всякими, вытекающими из него. Я не знаю, как мы сейчас будем, может быть, задайте какой-то более конкретный вопрос. Да, 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 совершенно верно. Мы будем говорить более конкретно. А вот можно у меня такой сразу личный вопрос? Страх неизвестности. Да. Сейчас мы все находимся в страхе неизвестности. Как психологически себя настроить, чтобы не бояться? Ну, во-первых, не бояться невозможно. Это наше нормальное здоровое состояние. Любая неизвестность, неконтролируемая ситуация, она вызывает в нас вообще… Ну, в норме здоровое чувство тревожности, да. Ну, а если оно так стимулируется активно со всех сторон, плюс нами же самими же, да, это невозможно. Другое дело, что можно как-то с собой договориться, как-то где-то, может быть, даже себя обмануть, да. Понимаете, у нас сейчас работает, говорит, наш рептильный мозг, который отвечает за выживание, да. И когда у нас стоит вопрос, когда мы приближаемся к этой теме, все остальные позже организованные структуры, они просто глохнут, да, перед вот этим вот моментом. Поэтому что мы можем делать? Нам нужно ощущение, в чём? Ощущение какого-то контроля. Помните классный момент в фильме «День радио»? Когда они, вот у них там была эта ситуация, там эти вот пропали в Японском море, да, вот эти вот дрейфовали вот этот пламучий зоопарк. Так вот, когда у них была задача связаться с этим министерством внутренних дел, да, когда мы ничего не можем сделать, поэтому будем искать пуговицу. Вот рецепт сейчас – искать пуговицу. Классно, кстати, на мелочах сосредоточиться. Сосредоточиться на мелочах, да, смотрите. Ну, к примеру, к примеру, что может… Главное, что вызывает ситуации тревоги – это отсутствие вот этого возможности контроля, да, мы не можем контролировать этот внешний мир, да, мы очень много чего не можем контролировать даже в собственной жизни сейчас, на данный момент. Поэтому очень важно обозначить себе какую-то вот… Вот найти эту пуговицу и её искать. А к примеру, что может быть в роли пуговицы? К примеру, вот здоровая часть наших людей уже давно весь в Фейсбук кишит информацию о том, как я разобрала шкаф. Угу. Да? То есть вот об этом, навести порядок, не знаю, в фотографиях своих, в чём-то ещё, в какой-нибудь фильмотеке, где угодно. Вот где-то навести порядок, что даст нам вот сигнал о том, что мы можем что-то контролировать. Это нас успокоит. Потому что на самом деле вот эта вот кривая этой ответственности – очень интересный момент. С одной стороны, мы как будто бы не хотим на себя брать ответственность. С другой стороны, именно тогда, когда мы её берём на себя, она нас наполняет, да, она нам придаёт силы. Ответственность – это что? Это тот же самый контроль. Вот что, за что мы можем отвечать? Я могу сейчас отвечать за вкусный, я не знаю, обед, ужин, да? Я могу отвечать за порядок, например, в доме. Я могу вот эти вот вещи делать. Вот этим мы занимаемся. И вот это создаётся. На какой-то момент, да? И плюс ещё очень важно, чтобы мы эти дела начинали и заканчивали, да? То есть вот это, чтобы было вот ощущение вот этого вот полноценно выполненного какого-то цикла работы. И вот так, шаг за шагом, понемножечку. Ну, я предлагаю сейчас нам тоже начать с такой большой и очень важной пуговицы поговорить. Лиля, о том, чем ты занимаешься в обычной жизни, да, не в кризисной ситуации. Ну, в кризисной тоже, но вот в обычной жизни. Агентство Ballers. Твоё агентство Ballers, агентство, это студия креативной психологии, да? Правильно я сказала? Да. А что такое креативная психология? Оно образовалось очень давно. Оно образовалось в 2000 году, если я не ошибаюсь. Да? Да. Вот, то есть вот это вот такое 20 лет, да, два десятка лет вы занимаетесь тем, что вытаскиваете из человека его какие-то творческие способности, даёте ему уверенность. Как вообще это началось? Вот пуговица пусть такая будет. С чего начался этот Ballers? С чего начался? Ну, наверное, начался всё-таки с того, что я училась на психологическом факультете, и эта тема мне всегда была близка и интересна. Да, плюс такой момент, мне никогда не хотелось, знаете, слушала недавно лекцию одного профессора, уважаемого, да, и он говорит, а задайте себе вопрос, почему мы выбираем работу там с больными людьми, да? Вот мне никогда не хотелось это делать, мне всегда хотелось заниматься от плюса к ещё большему плюсу такими вопросами. Поэтому вот возникло такое, возникло мне желание сделать вот это вот что-то вот своё, где я могу реализовывать вот эти вот идеи. И так и началось, я стала приглашать всяких разных преподавателей, изначально это было, все они были россияне, да, и приглашала те темы, которые мне были интересны. Соответственно, оказалось, что они и другим интересны. Ну, вот так вот, шаг за шагом. Потом темы менялись, наверное, какие-то направления, потребности людей менялись, как-то я на это откликалась. Вот это интересно тоже. Соответственно, какие новые темы поменялись. Сильно поменялись и в какую сторону? Вот что волновало людей 20 лет назад и что сейчас больше? Ну, наверное, я не очень буду объективна, потому что меня тоже другие вещи волновали 20 лет назад, да? Ну, 20 лет назад это был такой достаточно более жёсткий вариант, такой, знаете, совсем про успешный успех, вот такой, да? Вот это вперёд, вот это с песней, вот такое достигаторство очень яркое. Мне кажется, что со временем у людей, во-первых, у людей формируются вкусно такие мероприятия, да? Они начинают различать нюансы, они начинают различать вот это вот добро и зло, они начинают различать качество преподавания, да? Ну, мне кажется, люди стали более утончёнными вот в этом вопросе. И поэтому и темы такие появились. Я вот, например, не очень представляю тему 20 лет назад, например, самопознание через искусство, да? Вот такую тему. Тогда бы это не прошло, а сейчас да. То есть людям интересно в себя. Углубляться в себя и себя открывать, да? Да, и более, скажем так, и более филигранно это делать. А как, Лиля, ты относишься к этому повальному, всеобщему увлечению тренингами на тему вот про успешный успех? Как стать успешным? Как успешно выйти замуж? Как достичь финансового успеха? Что вообще успех? Что такое успех? Что такое успех? Это хорошая тема. Ну, наверное, было бы правильно сформулировать. У каждого он будет свой, да? Но, наверное, я думаю, что эти темы, понимаете, мы живем как в эпоху рыночной экономики. Спрос рождает предложение, да? То есть мы все хотим быть счастливыми, мы все хотим быть реализованными, мы хотим быть теми же, простите за яичное слово, но успешными, да? Ну, мы этого хотим, поэтому все эти тренинги, все это оправдано. Мне, знаете, был очень интересный тоже вопрос с темой женских тренингов, да, которые одно время были прямо вот безумно популярны. И с одной стороны, это, конечно, немножко странно тренировать женственность, как будто бы, да? А с другой стороны, я, допустим, для себя последнее время поняла, что мне, допустим, таких мероприятий, я хочу в них даже поучаствовать, я хочу, даже что-то такое, наверное, сейчас после кризиса организую, да? Потому что это определённый, допустим, тот же женский круг, это один из источников нашей силы, да? Вот когда мы находимся в качественном женском обществе, нас это наполняет. Лиля, а такой, можно такое... Я немножко свою темку увлеклась. Мне кажется, это естественно. Наивный вопрос про женскую тему, про женский круг. То, что ты сказала, оно, в общем-то, объясняет на каком-то этапе вот этот бешеный всплеск популярности женских журналов, да? Сейчас это такая уже устоявшаяся история, нет там какого-то такого безумного развития. А что значит женский круг? То есть женский круг у простого нормального человека – это его подружки. Вот это женский круг. То есть и... Да. Да. А зачем тогда мы пойдем на тренинг, где у нас будут неизвестные какие-то женщины, и в их среде мы будем раскрываться? Или как? Что это? Да. Ну, во-первых, раскрываться на самом деле – это не так страшно, это даже очень интересно. А во-вторых, смотри, здесь такой нюанс. Ты знакомы такое понятие, как кухонная психотерапия? С подружками и с бокалом вина. Да. И это часто замечательно. Но когда мы говорим о каком-то терапевтическом контексте, это хорошо, если у тебя умная какая-то очень мудрая подружка с очень четкой третьей позицией, которая может отстраниться, которая может выключиться из того, что вы близки, которая может выключиться из того, чтобы как-то не ранить себя. Или если собирается сказать что-то такое важное и жёсткое, как-то правильно подберёт слова. То есть, смотри, это разные контексты. У подруг своя функция одна. Допустим, когда я говорю про женский круг, это может быть даже больше, знаешь, про такие какие-то поколенческие где-то вещи, про какие-то передачи знаний, мудрости женской, какие-то такие традиции. То есть зачем нам нужны эти женщины? Ну и подружки отчасти тоже. Для того, чтобы расширить наш опыт. А вот ещё на сайте у тебя есть такая фраза, очень понравилась. Окружение формирует способ и масштаб мышления. Да. А можно какие-то личные примеры или что-то конкретное? Как окружение формирует масштаб мышления? Ну, во-первых, для этого есть абсолютно физиологическое объяснение того, как это происходит. Это происходит на основании такой дефолт-системы мозга. Это такая система, которая у нас сформирована для того, чтобы как-то отслеживать отношения в нашей стае. И как это работает? Она, грубо говоря, такой, если образ найти, это такой определённый котёл, в который складываются всякие... Какая-то информация. Информация о людях. Изначально помню, что это про стаю было. Информация об участниках вот этой стаи. Потом она как-то там варится, варится, варится. И так рождаются, кстати, наши новые идеи. Почему... Ой, так, я пытаюсь сейчас всё рассказать обо всём сразу. Давайте так, про среднее арифметическое. И таким образом, наши выводы, наши мысли, наши какие-то действия, они зависят от того, что в этот котёл попадёт. Таким образом, кто из людей, кто из окружения попадает в ваш мозг, в вашу дефолт-систему мозга, те и будут на неё влиять. Таким образом, мы действительно, среднее математическое от нашего окружения. Вот надо помнить об этом всё время, потому что, определяя свою среду, ты формируешь какое-то своё... Не только общение, но и мышление, наверное, получается. Правильно я говорю? Да. Вот, знаешь, очень интересно, какое-то время назад у меня одна моя подружка, такая очень бизнесовая, пришла с тренинга Хакамады, какого-то лекции там, или не тренинг, у неё лекция была, с тренингом Хакамады, и говорит, так ли, я с тобой буду дружить. Хакамада сказала, что у каждого бизнесмена в ближайшем окружении должен быть хотя бы один художник. Представитель творческой профессии. То есть это, в общем-то, тоже о том же, потому что там очень... Хотя бизнес, я считаю, что это, наверное, одно из высших проявлений творчества, но там очень много жестких вещей. И для того, чтобы разбавить вот этот коктейль, нужно туда запустить какого-то вот такого... Креативного такого. Очень хорошо. Мы говорили о времени в самом начале. Вот сейчас, пожалуйста, можем понаблюдать, что уже половина программы у нас прошла. И сейчас у нас небольшой перерыв. Да, небольшой перерыв на рекламу, потом мы продолжим разговор с Лилией. И просто сразу скажу, что она и сама ведет тренинги, и какие конкретно мы попросим рассказать, чем там заниматься. А также поговорим о живописи, о том, как каждый может стать художником. А это, утверждает Лилия Балтина, совершенно реально. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем «Личное утро», и сегодня оно у нас с психологом, тренером творческих состояний и хозяйкой студии креативной психологии «Балерс» с Лилией Балтиной. Лилия, у тебя на сайте написана такая фраза «Делать нужно только то, от чего внутри у тебя дзинькает». Это, как мы все помним, сказал Слава Полунин, да? Почему ты выбрала эту фразу? Как мотто какое-то свое, да, Лилия? Да. Да, на самом деле это, в общем-то, и мое личное такое мотто, которое… Это то, что делает меня счастливой. Ну и я думаю, что я здесь вообще не оригинальна, что это очень относится, наверное, к большинству людей. Потому что это мотивация, за которую все так борются, да, которая ищет пути к ней, как бы сделать так, чтобы себя мотивировать, да. Так вот, мотивация – это хочу. Вот когда дзинькает, это однозначно хочу. Когда хочу, когда нет ни прокрастинации, ни прочих стопоров. И это действительно вот… Это жизнь в удовольствии. Лилия, такой вопрос. Если не хочу, а надо. Вот мне надо помыть посуду и пропылесосить ковер, а я не хочу, меня абсолютно не дзинькает, да? Не дзинькает. Да, но преодолевая свое «не хочу», мне кажется, я становлюсь как-то лучше. Да, но смотри, Оль, тогда здесь, я думаю, такой нюанс, понимаешь? Да, я действительно не хочу пылесосить, но я хочу чисто. Хочу. Вот. То есть повернуть. Понимаешь, как мы немножко поднимаемся на более высокий логический уровень, да, и тогда как-то пылесос уже легче в руки взять. То есть… Понимаешь, в любом вот этом надо, да, как себя мотивировать, в любом вот когда вот надо, а не хочу. А самое важное – это попробовать найти там какие-то другие новые смыслы. Ну, вот простой пример. Надо… Тянешь с уборкой квартиры, а потом к тебе гости собираются, да? Не в карантин, а вообще, да? Вот. И собираются. И, конечно, ты бросаешь всё и начинаешь чистить эту квартиру, потому что к тебе придут друзья, да? Вот тебе мотивация. Ты хочешь их… Да. И в этот момент происходит дзинь. Как минимум не расстроить. Да. В этот момент, в общем, да, тут дзиньк, потому что, понимаешь, так для тебя надо было брать и убирать. Это скучно и неинтересно. А тут… Ну, разная мотивация бывает. Конечно, мы им сейчас можем рассказывать о том, как мы хотим, чтобы твоим друзьям было хорошо, но я думаю, что здесь, скорее всего, мы заботимся о своём лице, да? Да, или на мы. Да, да, да. Да. Всё вместе, наверное, да. А тут сразу, знаете, нас лично касается, и это действительно, и откуда она энергией берётся, правда? Всегда исхочу. Энергия всегда вхочу. Вы знаете, есть такой нюанс, оказывается, что откуда берётся прокрастинация, что оказывается, когда мы действуем из вот «голого надо», наш мозг подключает такие же реакции, какие он подключает на боль. Лиля, а можно пояснить радиослушателям термин «прокрастинация»? Прокрастинация – это когда мне надо было бы сделать, а я вот никак не могу начать. Вот я делаю всё сознательно, бессознательно, для того, чтобы избежать и не делать. Вот надо мне пропылесосить, да? Или я не знаю, там, статью написать, да? Или позвонить кому-то. А я настолько этого не хочу, я придумываю всё, лишь бы этого не делать. Вплоть до заболеть. Поговорка «тянешь яшу за ляшу» – это на самом деле прокрастинация, да? Да. И это туда же. Тянешь-тянешь, но приходит момент, когда приходится это, ну, как студентам всем этим, всем студентам это очень хорошо знакомо, как, наверное, больше всего, да, нам с юности просто. Эффект ночь перед экзаменом. Ночь перед экзаменом, когда ты успеваешь, причём успеваешь выучить всё, что надо, проглядеть как минимум. Наверное, организм мобилизуется благодаря прокрастинации. Ну, смотри, прокрастинация – это тогда, когда мы оттянем и откладываем. Тогда, когда организм мобилизуется, это уже не прокрастинация. Это тут у нас включились другие смыслы. И как ни крути, оно превратилось в «хочу». Хочу я сдать этот экзамен. Вот человек у нас такая сложная структура, да? Мы хотим поговорить о теме нейрографики. Вот у вас очень много предлагается на сайте видов занятий и развития личности. Что такое нейрографика? Что это такое за новомодное такое увлечение, которым просто все интересуются сейчас? Ну, оно действительно новомодное. Ему сколько? Шесть лет в этом году, да? Чем оно хорошо? Это один из таких замечательных, очень быстрых и эффективных способов самопомощи. Почему он и популярен? Потому что он лёгок в освоении, да? И очень эффективен. Это такой графический способ. Это как при помощи карандаша или маркера поменять своё состояние, своё мышление, ну и дальше по цепочке поведения. Поведение, ну и события жизни в итоге. А можем мы что-то вот сейчас показать в этом плане? Есть какой-то? Можем. Давайте попробуем. Можем показать. Мы когда предварительно говорили о том, что можно было бы слушателям полезного, предложить, что можно сделать, как это можно попробовать. Понятно, что метод, он не такой сложный в освоении, но он требует времени. Но я могу сейчас показать, что можно сделать с собой, особенно вот в нынешней ситуации, вот в этой тревоге, которая пожирает, которая заставляет вибрировать. Как успокоиться? Что можно сделать? Для этого вам нужен лист бумаги и, в общем-то, любой пишущий какой-то инструмент. Это может быть хоть ручка. Идеально, если это у вас будет какой-то маркер, любого цвета маркер. Это довольно жесткий. Не который кисточкой, а вот такой достаточно жесткий. Что мы можем сделать? Вот просто лист бумаги. И дальше я вам сейчас... Только, пожалуйста, не считайте, что я вам сейчас обучила нейрографики. Нет, это не так. Но я покажу один прием, который, если вы попробуете честно, то вы тут же на своей личной шкурке убедитесь вот в этом эффекте. Мы попробуем. Достаточно быстро. Итак, нам нужен лист бумаги и какой-то пишущий. Любой, все, что есть. Специально не надо бежать в магазин. Все, что пишет. Итак, дальше мы сделаем следующее. Мы берем в руки... Я кладу лист на коленке, потому что иначе мне сложно нарисовать. Ну, хотя попробую. У меня, да, будет такой образец. Итак, мы берем этот маркер и дальше мы думаем о той ситуации, которая нас тревожит. Вот просто с ней соединяемся на данный момент. Мне страшно, мне плохо, я злая. Я вот, что со мной сейчас происходит, то, что мешает жить, скажем так, да, с тем мы соединяемся с этим состоянием. Соединяемся. Хорошо бы там, не знаю, вдох-выдох сделать. Так вот максимально так прочувствовать это состояние. И дальше делаем следующее. И дальше мы делаем... Стараемся максимально... Мы делаем такие каляки-маляки. Выброс такой, да, максимальный выброс, да? Вот примерно вот так. То есть даже если вы только на этом остановитесь и хорошо, качественно вот так вот со всей вложенной своей энергией вот это вот сделаете, уже будет ничего, уже будет лучше. И опять же очень хорошо прислушаться к своему состоянию. Что происходит с вами, что происходит эмоционально, как вы себя чувствуете, и что происходит в теле, где это отзывается, где вот оно живёт. Ничего с этим делать не надо, просто прислушаться, да, к тому, что происходит. Итак, когда вы сделали вот такое количество каляк-маляк, это много. Их может быть меньше, но их может быть и больше. Видите, вот они... Это у нас получилось очень много таких вот линий, они все между собой пересекаются, да? И дальше мы возьмём следующее. Я тут сделала одну заготовочку, чтобы было виднее, как поступить с этим. Видите? Вот все-все-все углы, которые у нас получились с вами, их нужно скруглить. Видите? Вот как здесь. То есть у нас не должно оставаться углов. Мы их все вот так вот скругляем. Вот так вот все скругляем. И вот это займёт какое-то время. В этот момент вам что специально с собой сделать не надо, кроме того, чтобы прислушаться к своему состоянию, к своим эмоциям, мыслям, которые в голову приходят. И самое-самое важное – это к ощущениям в теле. Вот когда вы вот это вот всё скруглите, все внешние углы и внутренние углы, вы можете пройти вот по этим линиям, потому что если у вас был темпераментный выброс такой, то они будут такие белёсые, да? Вот пройтись по всем, по всем, по всем этим линиям. И когда вы это сделаете, хотя наступит счастье, да? Ваше состояние гарантированно изменится. И вы удивитесь тому, какие мысли другие приходят в голову. Это сейчас очень важно. А на чём это основано? Вот хотя бы вкратце в двух словах. На чём это основано? Ну, в общем-то, идея, она, скажем так, нереволюционная. Любая наша эмоция, она заканчивается движением. И в идеале она должна заканчиваться движением, внешним проявлением. Но очень часто у нас бывает так. Так вот, например, мы там, не знаю, испугались, да? Эта эмоция, что он в мышцах застрял, да? Он застревает в теле. То есть у него нет внешнего выхода, он застревает в теле. И мы каменеем, да? Таким образом, вот если, как бы, терминологии сбежать, вот телесно-ориентированной терапии, таким образом мы называем, вот формируются блохи, да? Которые такие, грубо говоря, проблемы, которые в теле такими прописываются. То есть в идеале любой нашей вот этой, особенно вот этих вещей, которые негативные, они должны иметь выход. Когда мы рисуем, это выход, это движение. Плюс это связь, вот этот вот мозг-рука, да? Через вот это контролируемое усилие, которое мы прикладываем, когда мы рисуем, маркером или карандашом. Это движение. Оно сюда вливается. Вот у каждого вот эти каляки-маляки, они будут очень свои, да? Это как почерк, как отпечатки пальцев. То есть таким образом мы, ну, в кавычках, выливаем наше вот это состояние на лист. Мне нравится определение моей коллеги, и мы получаем таким образом, вот в виде таких линий пересечений хаотичных, только аватар нашей проблемы, да? нашего состояния вот этого негативного. Вот. А дальше за счёт того, даже вот если мы не берём какие-то другие аспекты, сейчас у нас нет времени в это углубляться, даже чисто физически, тем, что мы совершаем вот эти вот круговые-круговые движения, просто скругление, 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 да? Мы, это физическая работа. У нас не может не меняться наше состояние. Вы попробуйте, да, потому что теоретически это вот так, да, как это работает. Если вам не хотите вот это, есть ещё проще способ. Можно просто рисовать круги, да? То есть любые рисования, любых округлых форм, оно гармонизирует, оно успокаивает. Я рекомендую попробовать этот способ. Если не хотите на большом листе, можно любой формат, любой клочок бумаги для этого годится. Какой есть, такой и годится. Это очень хорошо работает с близкими. Например, если вам вот та же подруга звонит, так, ага, поговори со мной, да, там что-то у меня там скреслось. А ты так, хорошо, только сделай сначала вот это, да? Вы будете после этого разговаривать с внятным человеком, который будет способен к продуктивному делу. По крайней мере, вдохнуть успеет и выдохнуть. А что потом нужно сделать с этим листом? То есть мы на него выплеснули сначала страхи, потом мы их закруглили, гармонизировали, но всё это на листе осталось. Дальше этот лист, что, его надо уничтожить или поставить в рамку, раскрасить фломастерами. Вот. Просто, опять же, если бы у нас формат, да, в нейрографике дальше у нас есть ещё масса шагов, которые мы делаем, да, вот с этим рисунком, да. И цвет вносим, и массу ещё всяких других манипуляций делаем. Я сейчас показала такой минимум-минимум, что можно сделать без всяких знаний, да. Так, и что с ним сделать? Смотри, Оль, когда мы вылили вот это на бумагу, ну, во-первых, не надо преувеличивать, да, магическую силу искусства выброса, да. Да, ты действительно, ты, понимаешь, магическая сила, магическая в кавычках, тогда, когда ты это делала, да, вот там твоя энергия. Лист, когда вы это прорисовали на листе, он безопасен для всех уже, и для тебя лично, и для всех окружающих. Но ещё, если дальше ты всё равно боишься того, что там же кака какая-то нарисована. Смотри, в доминиатографике мы допускаем такую вещь, что после того, когда мы проделываем вот эти вот скругления, когда мы гармонизируем, мы таким образом, ну, без преувеличения, трансформируем наше вот это вот внутреннее состояние, эмоциональное состояние. То есть после того, когда мы скруглили, это вообще безопасно. То есть это уже гармонично, это уже трансформируем, это уже неважен вход. Вход, вот это вот вся вот эта вот страх, какой бы он ни был, страх, там, тревога, это энергия, да, какую-то энергию, которую мы преобразовали, ну, простите за примитивизм, примитивизм в добро. Нормально, преобразователи энергии. Поэтому, да, если ты можешь делать всё, что угодно. Мы преобразователи энергии. И правда ли, что этот метод действует также и на семейные отношения, на отношения пары, двоих, да? То есть вот есть такое вот мнение, что там разрисовал, сделал, прошёл вот это, ну, не так вот в начальной стадии, а вообще, да? И у тебя меняется отношение с любимым человеком, допустим? Рит, обязательно, ну, смотри, когда, это не магический приём, и когда рисуя нейрографику, мы работаем с собой, со своим внутренним состоянием. Понимаешь, когда меняемся мы, меняется наш эмоциональный фон, меняются наши мысли, как следствие меняется поведение наше. Меняется наше поведение, меняется ответ на наше поведение. Поэтому это однозначно влияет, на этим можно влиять и улучшать отношения. Я таких примеров знаю очень много. Какие интересные взаимосвязи, да? А вот, Лиля, ты занимаешься ещё и обучением рисованию. Это правда, что можно человека любого научить нарисовать шедевр? Вот меня, например, можно обучить? Тебя однозначно можно, как и любого другого человека. Ну, давай так понесём ясность. Я не художник, я психолог, да? И моя задача — не учить человека академическому рисунку. Для этого и специально обученные люди, которые академии художественные заканчивали. Моя задача — именно позволить человеку раскрыться. И вот это самое важное и самое продуктивное, на мой взгляд, это то, чем я занимаюсь и то, для чего я набираю все техники для себя как инструменты. И в том числе и нейрографику, и живопись, и какие-то метафорические карты. Масса-масса разных приёмов. Просто очень много людей, понимаешь, мы зажатые, да? Мы так много себе запрещаем, мы так много себе говорим вот этих «не могу», которые на самом деле не являются правдой. А почему, да? Собственно, «не могу»? Ну да, а почему? Понимаешь, с одной стороны, мы живём в эпоху постмодерна, и нам мало просто наблюдать за художниками, ходить на выставки и в театр. Нам хочется, как людям своего времени, нам хочется во всём этом участвовать. И с одной стороны, вот эти барьеры падают. Я не о том, что мы любой-любой может стать балериной и выйти на большую сцену, не об этом. Но почему нет? Но почему, если я хочу полетать по сцене, по сцене, например, или просто по залу, почему я не могу это сделать? А вот это ограничение, которое у нас стоят, не обязательно какие-то плохие люди нам их поставили, да? Мы и сами молодцы, да? Мы и сами себе много объясним, ограничим, как угодно. Но огромнейшие силы появляются у людей, когда они справляются с этим барьером. Потому что они такие, я не умею рисовать. А потом они приходят и за три часа создают такую классную, эмоционально заряженную, весёлую, красивую работу. И такие, опаньки, а если я это могу? А может, я и то могу? То есть у человека формируется это позволение попробовать, позволение шагнуть. В анекдоте было. А что, можно было? Да-да-да, что так можно было. Да-да-да, примерно вот так. Поэтому я очень часто на тренингах вижу какие-то слёзы вот этих вот открытий, да? Потому что вот эти вот часто очень вот эти ограничения и барьеры, они мнимы. Чем ещё вы занимаетесь? Какие вот самые такие популярные методики сегодня можно предложить? Методики? Ну, допустим, если говорить про мой центр, про меня лично, одно из последних таких моих увлечений это трансформационные игры. Вот, интересно. Да, это очень интересная вещь и очень популярная сейчас она. Ну, такая вот эти методики переживают такую, я не знаю, звёздный ли свой час, но большую популярность за счёт своей вот этой вот эффективности, да? Потому что здесь очень интересно подключена и игровая деятельность, да? То есть, которая задействует в нас вот эти наши такие ресурсные детские состояния и психология, да? И, в общем-то, при грамотном введении игры очень хорошие, очень сильные результаты достигаются. Да, вот у меня на данный момент этих игр несколько штук, да? Обретение даров, тела, в котором я живу, Я-бренд, одна из моих любимейших игр. И сейчас у меня вот купленные буквально перед началом вот этого вот всего безобразия психологические платформы три штуки. Там, полярная звезда, дорога. Вот такие, которые позволяют очень-очень много интересного узнать про себя и прояснить какую-то, вот расчистить дорогу вот к цели. Давай скажем радиослушателям, где можно найти информацию подробную, на сайте. ballers.rv, да? Да, ballers.rv, это мой сайт. И в фейсбуке тоже у меня есть страничка. Ну вот больше всего, наверное, самая полная информация будет всё-таки на сайте. И там ещё очень интересная информация, что ты сама ведёшь тренинги и консультации на тему нехватка жизненных сил и отсутствие радости. Вот это прям сразу мне затормозило на этом. Сейчас очень многие жалуются на том, что ну сил нет, сил нет. Это понятно по разным причинам. А вот радость, её можно как-то вызвать? Ну радость, удовольствие, оно появляется тогда, когда у нас есть силы. Это все разно, да? Если мы эмоционально… Понимаешь, нам радость и удовольствие эволюционно для выживания они нам не нужны. Это люкс. Ну как не нужны? Нет, это приятно, мы этого хотим, это другой момент. Я к чему? Просто тогда, когда мы эмоционально истощены, энергетически истощены, организм выбирает самое необходимое, куда тратить свои силы. Поэтому вот у меня сейчас была шикарнейшая программа. Я надеюсь, что всё это закончится, и мы её продолжим. Энергетический коучинг с прекрасным преподавателем из Минска Тамарой Рогачёвой, которая очень круто преподносит вот эту тему энергетического, эмоционального выгорания. И вот там как раз таки мы очень подробно её рассматриваем и изучаем. Так вот, поэтому для того, чтобы радоваться, нужно иметь силы. Значит, будем работать в этом направлении. Как вот мне странно, я сейчас тебя удивлю, наше время уже подошло к концу, стремительно, да? Ещё очень много вопросов, ещё очень много хотелось говорить и спрашивать. Вот сейчас остаётся только взять с Лилией Балтины обещание ещё раз прийти к нам в эфир, может быть, лично, да, получится, и продолжить этот разговор, потому что вопросы нам пишут, присылают радиослушатели, мы не успеваем их задать. Ты знаешь, интересно, мне сейчас я пока, а я разговариваю же с телефона, да, с вами. Мне столько уже смс-ок пришло с вопросами, не знаю от кого, с неизвестных номеров. Это такая важная тема. Так что сейчас почитаю. Такие важные темы. И вот давайте будем продолжать, и у нас есть такая возможность, и будем говорить о том, что нас волнует, и приходить к Лиле на более подробные консультации. А ещё я предлагаю такой вариант. Мы можем это сделать, подумать, как нарисовать какую-то картину, нейрографика это будет, или просто что-то такое. Чтобы гармонизировать эту сегодняшнюю ситуацию, как мы говорим, на завтра придумать, как у нас всё должно быть, нарисовать, может быть, это сработает в какой-то степени. А ты имеешь в виду, а давайте всем миром? Да, да, да. Ну не всем миром, почему? Я за себя отвечаю, каждый за себя. Но мы как-то вместе это сделаем, кто хочет. Давай, давай, это можно сделать, это можно, не знаю, онлайн сделать. Да, вот это вот. Как-нибудь помочь этой ситуации пойти в благоприятную для нас сторону. Ну, ты знаешь, Рит, я думаю, что это классная идея, я поддерживаю, я участвую во всём этом. Да, я согласна. Ты возглавишь, Лиля. Просто я думаю, что если даже мы, каждый, просто сам с собой разберётся, успокоится, каждый сам с собой вот этого мира достигнет настолько, насколько это можно вот в этих вот условиях, да, не будем их тоже обесценивать, скажем так, и обесценивать их значимость и их масштабность, да, но если… Как там в Библии какая-то такая фраза есть о том, что спасёшься ты, спасутся вокруг тебя многие, да? Да, вокруг тебя многие, да. Вот это что-то из этой области. Спасибо большое, просто очень было интересно, и так быстро пролетело время, как всегда в таких случаях. Спасибо, Лилия Балтина. С нами была Лилия Балтина, это психолог-тренер творческих состояний и хозяйка студии креативной психологии «Баларс». Мы продолжим этот разговор через какое-то время. Спасибо и хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok